Часто спрашивают, как перевозить сырые картины, которые были созданы на пленэре, на природе. Я решил сделать клетку-сушилку. Для этого закупил необходимый материал и потратил немного времени. Планировал поехать в горы на 15-20 дней и написать около 15 больших картин. Что значит больших? Ну, это где-то 70 на 80 или 70 на 60 сантиметров. Для пленэра это довольно большие форматы. Если вы даже едете на машине, то все равно такое количество сырых картин увезти невозможно. Чтобы холсты не касались друг друга, я решил сделать деревянную клетку. Каркас сделал из реек толщиной 1 сантиметр и шириной 3 сантиметра. Чтобы конструкция была крепкой, в местах, где соприкасались рейки, промазывал мебельным клеем ПВА. И после крепил их на евровинты. По задумке, картины должны размещаться между штапиков. Для этого следует померить толщину вашего подрамника и прибавить к нему несколько миллиметров. Это и будет расстояние между штапиками. Таким образом, между картинами появляется расстояние больше 1 сантиметра. Если же зазор между картинами еще сильнее увеличить, то клетка станет больше, а места в багажнике вашей машины меньше. Пазы, в которые вставляются картины, должны быть внизу и вверху клетки. Как вы видите, расстояние между картинами большое. Они довольно хорошо закреплены и не могут испачкаться. При желании, в это отделение клетки можно установить 5 холстов форматами, где одна сторона равняется 70 сантиметрам. Но я решил пойти дальше и сделать дополнительную секцию для средних форматов. Сборку проводил аналогично первой секции, обязательно смазывал мебельным клеем рейки, сажал их на евровинты и из-за этого конструкция стала намного крепче. Во вторую секцию вмещается 8 картин размером с одной стороны 60 сантиметров, что увеличивает количество разных форматов. Теперь нужно было защитить холсты по бокам, но при этом оставить клетку максимально легкой. Я подумал, что прессованный картон то, что нужно. Но вдруг холстов не хватит, такое бывает. Тогда я решил проклеить картон и загрунтовать его для живописи. Верхние рейки клетки укрепил металлическими уголками. Теперь можно было придумать ручку из ремня и переносить всю конструкцию. Конечно, совсем не обязательно делать именно такую клетку. Подобную конструкцию лучше собрать, следуя своим предпочтениям. Часто начинающие художники пишут на холстах меньшего размера. Это 30 на 40 сантиметров или 40 на 50. Больше и не надо. Иначе вы не успеете передать состояние погоды на пленере. Поэтому ваша сушилка для картин может быть гораздо меньше. Также ее можно обшить ДВП или тонкой фанерой, которая будет покрыта сверху тканью, чтобы летать на самолете на пленеры в другие страны. Чтобы защитить дерево от влаги, клетку можно покрыть морилкой, ну а после лаком. Это придаст красивый внешний вид и увеличит долговечность. Вместе с холстами конструкция вышла довольно тяжелой. Поэтому я обязательно приделаю маленькие колесики. Холсты надежно закреплены и защищены от ударов. Между ними достаточно расстояния, чтобы лицевая поверхность не смазалась с предыдущим холстом. На самом деле в поездку теперь можно брать еще больше холстов. Ведь за 7-10 дней первые высохнут, а вместо них можно будет ставить сырые. Если обшить клетку фанерой, то вверху появится ящик, в который можно поместить этюдник или краски.